Комикс о таком супергерое, как Человек-паук, был придуман еще в 60-е годы прошлого века писателями Стэном Ли и Стивом Дитко, которые работали в издательстве Marvel Comics. Человек-паук тут же стал одним из самых популярных супергероев. Первый высокобюджетный фильм о Человеке-пауке был выпущен 3 мая 2002 года. Фильм собрал в прокате по всему миру более 800 миллионов долларов. После такого колоссального успеха, фильм был дважды номинирован на премию Оскар. Но, к сожалению, так и не взял ни одной заветной статуэтки. Та-да! Всем привет, я Антон Диос и в данном видео я вам расскажу, как сложилась судьба актера фильма Человек-паук. Но перед тем, как я начну, хочу порекомендовать вам подписаться на наш второй канал. Обязательно подпишитесь на наш второй канал Фактурама. Здесь вы найдете множество интересных фактов, топы, а также обзоры различных острых тем, которые мало кого оставят равнодушным. Это канал для людей, которые хотят стать умнее и научиться мыслить шире. Ссылку на наш второй канал вы найдете в описании под этим видео. Подписывайтесь, рекомендую. Ну а мы начинаем. Поехали! Перед тем, как сняться в Человеке-пауке, Кирстан Данст была уже звездой и в ее послужном списке насчитывались такие фильмы, как Джуманджи и Интервью с вампиром. Однако, именно роль Мэри Джейн в Человеке-пауке обеспечила Кирстан статус актрисы первого эшелона. Но с этим статусом она уже давным-давно попрощалась. И уже долгие годы не играет в кино каких-либо значимых ролей. Несмотря на это, в 2015 году она появилась во втором сезоне сериала Фарго и была нанимирована за эту роль на Эмми и Золотой Глобус. В одном из интервью Кирстан негативно отозвалась о перезапусках Человека-паука с Энтрию Гарфилдом и Томом Холландом. Мне до них дела нет. Всем нравится именно наш Человек-паук. Я ведь права. Слушайте, я рада, что снялась в старых, а не новых фильмах. Хотя серия Рэмми оборвалась на третьем фильме, Кирстан до сих пор жалеет, что четвертого паука с Тоби Макуайром так никогда и не сняли. Я так хотела сняться в этом фильме. Я любила эту серию и очень жалею, что мы не смогли сделать четвертую часть. А теперь хочу вам рассказать одну занимательную историю, которая произошла во время съемочного процесса первого паука. Со съемочной площадки тогда украли три костюма Человека-паука. Как понимаете, были они весьма недешевые. Каждый такой костюм стоил по 50 тысяч долларов. Их исчезновение чуть не создало на съемках Хаос. Sony предложили награду в 25 тысяч долларов за их возвращение. Спустя 18 месяцев расследования, костюмы выследили в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Японии. Виновником был охранник, который недолго работал на съемочной площадке Человека-паука. После того, как его с другом арестовали за кражу, было обнаружено, что он не впервые ворует костюм супергероя. Вор в свое время также украл костюм Бэтмена, стоимостью в 150 тысяч долларов, пока работал охранником на съемках этого фильма. Костюмы потом вернули их студиям, а охранника посадили в тюрьму. До главной роли Человека-паука Тоби Магуайру был относительно неизвестным. Роль в фильме про Элла Блиноделов, безусловно, помогла ему заявить о себе. Но он был далек от популярности. Возможно, именно поэтому у Sony были другие идеи для режиссера Сэма Рэйми, когда речь зашла об актере на роль Питера Паркера. Изначально они хотели взять Леонардо Ди Каприо, но Сэм Рэйми был непреклонен в своем желании взять имена Магуайра. Студия, в конце концов, согласилась с ним, увидев впечатляющую кинопробу актера. Сэм Рэйми не прогадал. Именно Тоби во многом вытягивает оригинальную супергеройскую трилогию, даже когда сценарий и сюжет провисают. Паутина! Вперед! Быстро ввысь, паутина! Повесив свой супергеройский костюм на гвоздь, в 2007 году Магуайр решил на время отказаться от крупнобюджетных блокбастеров и в последнее время в кино появляется достаточно редко. В 2013 году вместе со своим лучшим другом Леонардо Ди Каприо он снялся в Великом Гэтсби, а в 2014 году появился в независимой драме «Жертвуя пешкой» в роли шахматиста Бобби Фишера. Также он озвучил одного из персонажей мультфильма «Босс Молокосос». Друзья, теперь хочу рассказать вам интересный факт, о котором даже понятия не имели. А вы знали, что перед началом съемок второго Человека-паука хотели поменять актера, исполняющего роль Питера Паркера? Хм, я уверен, что не знали. Несмотря на то, что съемки Человека-паука 2 начались почти сразу после окончания съемок Человек-паук, Тоби Магуайру все же удалось найти время для фаворита. На съемках этого фильма актер повредил спину, и когда он хотел потребовать 4 миллиона долларов за сиквел, Сони собиралась найти другого актера, и их выбор пал на Джейка Джилленхола. Пресса тогда была просто в восторге, потому что Джилленхол встречался с Кирстом Данст. Они обыграли все так, словно Магуайра убирают, потому что студия хочет видеть у себя нового бойфренда Данст. Но Тоби оправился от травмы раньше, чем ожидалось, и в конечном итоге получил 17 миллионов долларов за возвращение. Во второй части даже ссылались на травму в сцене, где бессильный Питер падает с неба на машину, жалуется на спину и прихрамывая уходит. Моя спина. Моя спина. Помимо Тоби Магуайра и Кирстом Данст, звездой франшизы Сэма Райми можно считать и Джеймса Франка в роли лучшего друга Питера, Гарри Осборна, который одновременно ненавидел Человека-паука и в конце концов стал его союзником. Занимательный факт. Изначально Джеймс Франка проходил пробы на роль Питера Паркера, но как мы уже все знаем, сыграл он Гарри Осборна. Прорыв в Человеке-пауке принёс Джеймсу множество ролей в фильмах самых разных жанров, от комедии «Ананасовый экспресс» до экшена «Восстание планеты обезьян». Франка также является режиссёром нескольких кинолент, среди которых «Горе-творец», кстати, в котором, помимо прочего, он исполнил главную роль, и мир будущего, который был просто разгромлен критиками. И если вы когда-нибудь решитесь посмотреть этот фильм, отдумайтесь и не делайте этого, он просто ужасен. Несмотря на провал своей карьеры режиссёра, на ближайшие пару лет у Джеймса запланирован почти десяток новых проектов, от фильмов до сериалов. Ещё один интересный факт. Майкл Джексон пытался купить Марвел, чтобы сыграть в кино роль Человека-паука. Майкл Джексон был огромным поклонником Человека-паука и хотел примерить образ Спайди в фильме. Он несколько раз обращался к Стэну Ли по поводу покупки прав на съёмки фильма. Когда такой подход к делу ни к чему не привёл, Майкл Джексон решил поступить просто и купить всю компанию Марвел. Однако стороны не сошлись в финансовом вопросе. Марвел запросили 1 миллиард долларов, что воспрепятствовало мечте Майкла о съёмках в фильме. Эти слова Клиффа Робертсона в Человеке-пауке стали едва ли не самой популярной цитатой из фильма. Робертсон на момент съёмок в представлении не нуждался. Он работал в Голливуде почти 60 лет. Карьера актёра началась в далёком 1943 году, а вот закончилась как раз на Человеке-пауке. Камео в Человеке-пауке 3 враг в отражении стала последней ролью Робертсона. Актёр скончался в 2011 году, в возрасте 88 лет. Антагонистом самого первого фильма о Человеке-пауке был Зелёный Гоблин, один из величайших злодеев во вселенной Марвел Комикс, сыгранный не менее замечательным актёром Уильямом Дефо, который к моменту съёмок в фильме уже получил международную известность. Съёмки в Человеке-пауке на карьере Дефо никак не сказались. Актёр по-прежнему популярен и регулярно получает приглашение самые разные картины. От боевика Джон Уик до детектива «Убийство в Восточном Экспрессе». Также он сыграл в фильме про другого супергероя, а именно «Аквамен». Ещё один занимательный факт. Если для костюма Человека-паука был определённый концепт-арт, то для Зелёного Гоблина перебирали множество вариантов. На ранних стадиях съёмок студия АДИ создала анимированную маску, дополненную эффектами грима, которая как будто сошла со страниц комикса. Сэм Рэми похвалил на съёмках дизайн и движение лица, но в итоге отказался от её использования. Причина так и не ясна. Лично мне первый вариант нравится намного больше, чем тот, который использовали в кино. А вы как думаете, напишите в комментариях под видео. Мне будет интересно ознакомиться с вашим мнением. Спустя всего лишь пять лет после выхода финальной части трилогии о Человеке-пауке, Сони пошла на ребут франшизы, поменяв практически всё. Единственным неприкасаемым элементом оказался редактор Делли Бьюгл, Джей Джона Джеймсон, которого в первом фильме сыграл Джей К. Симмонс. Актёр настолько блестяще исполнил роль, что персонажа решено было не водить в новой версии Человека-паука. И в «Возвращении домой от Марвел» он также не появился. Не так давно он вернулся в супергеройский жанр. Правда, совсем другую вселенную. В 2017 году он сыграл комиссара Гордона в Лиге справедливости. Друзья, и напоследок хочется сказать следующее. Мы, как и старые фильмы о Человеке-пауке, тоже решили сделать трилогию об этом герое. Вы только что посмотрели первое видео. Выйдет ещё два, но выйдут они на нашем втором канале. Ссылку на него вы можете найти в описании под этим видео. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы не сделали этого ранее, ведь дальше будет ещё интереснее. До новых встреч! Как же холодно! Я пошёл домой! Субтитры подогнал «Симон»!